Трагедия случилась примерно в 6 часов вечера. Все произошло буквально в считанные минуты. В 700 метрах от берега столкнулись судно на подводных крыльях восход и маломерный катер. Последний почти сразу ушел под воду. Очевидцы трагедии рассказывают, помощь подоспела сразу. Подскочили ребята на лодках, достали кого-то и привезли на берег. Это очень редкий случай. Все удивлены, как так вообще мог бы произойти. Тем более человек, который на самом деле был за рулем, он лет 20-30 ездит на лодках. Он живет на той стороне. Еще удивительно, как вообще все это могло случиться. Молодая девушка, пассажирка катера погибла на месте ЧП. Водитель, мужчина пенсионного возраста, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где и скончался. В данном месте пересечение судового хода запрещено. Водитель нарушил. Дежурили на нашем пляжу наше подразделение, на пляжу вторую очередь зеленая роща подразделения. Услышав звук столкновения, вышли оба подразделения. Тем самым удалось поймать обоих пострадавших. Лодка, разумеется, утонула прямо тут же. Ну вот так вот. После чего передали сотрудникам скорой помощи. По предварительным данным, частный катер двигался с одного берега Волги на другой. При этом восход подавал звуковые сигналы. Что стало причиной столкновения, сейчас выясняется. Опрашиваются очевидцы, устанавливается траектория движения судов, изучается вся судовая документация. По результатам проверки будет принято процессальное решение. Спасатели говорят, такие катастрофы происходят крайне редко. А тем более в черте города. Марина Красова, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.